Так, ну что, друзья, второй матч сегодняшнего игрового дня Стартует прямо сейчас Вичи Гейминг против Ньюби Бест оф три Первая карта, драфты, вы все видите Все знаете прекрасно Ну и напомню, что товарищ Вейкси переиграл В один на один товарища Янга На андайинге, соответственно И у Неби было право выбора Они выбрали, я так понимаю Себе возможность ферст пикать Взяли на ФП себе Марса Ответки Давар Огармак от Вичи Гейминг Ну и Ньюби закрепляет первые стадии Дизраптор Ну вот дождались мы наконец Как закончится эта же игра с этими же командами на ESL Напомню, счет там 2-0 Ньюби вынесли Вичи Вич счет как-то в упадке пока, да, судя по всему Вчера провалили финал против LGD 2-3 Потом сразу же сыграли с Royal Neve Give Up 0-2 отлетели Сегодняшний день начался с 0-2 от Ньюби И пока только одни лузы, 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 лузы у Вича Последние три матча официальных получается Проиграли Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд И при этом, при всем при этом, котировки показывают нам, что Вичи остаются фаворитом Только что буквально закончилась серия На Вичи дают 1.35, а на Ньюби 3.05 Ну таки да, ну просто надо понимать, что такое Ньюби Ньюби до вот этих всех отменов ДПС, турниров и так далее Вообще-то в Тир-2 турнирах особо не выигрывали Проигрывали там огромному количеству команд Даже финалы ни разу не выходили Я много матчей комментировал У них то замены, то IQ у них есть в составе, то у них нет в составе IQ У Ньюби игра вообще не шла И то, что вот сейчас они там В момент, когда эти лиги, в общем-то, стартовали, начали выигрывать Это небольшая даже сенсация Конкретно для меня Я даже сейчас посмотрю, что там Ньюби в последний матч Какие провели и как Ну, команда Ocean, они переиграли 2-0, это мы видели Переиграли они коллектив Вичи Гейминг тоже 2-0 Еще играли где-то Ньюби или не играли Или все, два матча А, вот от E-Home отлетели они 1-2 И отлетели... А, и IG переиграли 2-0 Ньюби, ничего себе Слушай, а Ньюби-то на ESL там вообще тащат У них там победа на Дайджи, победа на Твиче И уступили их Омс счетом 1-2 Они там топ-2 место пока занимают Ничего себе, ничего себе Ну и на нашей лиге выиграли 2-0 Первый матч В общем-то, команда на подъеме Можно так, наверное, сказать Хотя бы предварительно Undying, кстати, пикнули Которым выиграли дуэль за право выбора У нас, кстати, так же получилось в предыдущем матче Да, где тоже на лине Игрок выиграл 1-1 и взял эту лину Вследствие Такие дела Да, Undying появляется VR-очка от Вичи Ну посмотрим Оценим сегодня, что с Вичей не так Что с ними происходит Как они умудрились сегодня 0-2 от Ньюби Отлететь уже, да В нормальном полноценном Best of 3 Причем я смотрел, там вторая карта Ну буквально одним глазом В принципе, игра-то была плюс-минус равная На каком-то этапе игры Ну что-то Ньюби В последствии просто переехали соперника Ньюби там играли через Пангольера третьей позиции Все у них получалось Здесь будет Парс Товарища Визарда Дизраптор, Undying 2 саппорта Ну вот Видят уже Морфига, видят Кентавра Подумали, решили пикнуть Лишака Так, так, так Лишак, Лишак, Лишак Нужен был хоть какой-то контроль Дополнительный Ньюби на кор-герое У Лишака стан есть Сверху просто очень мобильные такие герои Появляются Во-первых, Морфлинг Верк Во-вторых, есть Тампид А снизу из контроля у нас Теперь Марс Лишак Дизраптор со своими скиллами Да, там пара скиллов позволяет догонять соперника Или не отпускать Верка четверка Нужен герой в центр Снизу нужен герой в легкую линию Нагу забанили Получается Миби еще могут как-то пофлексить этого Лишака Поставить либо на первую, либо на вторую позицию Ну вот банят Витч Гейминг Темпларку Они думают, что Лишак для Муги будет легкую Ну, вариант с мидом все еще возможен Кунга бан На что намекает нам бан Кунги Непонятно На то, что действительно Лишак в легкую И возьмут героя в центр, который против Кунги не очень Так вот кто? Просто кто против Кунги не очень? Бруда? На бруду бы, кстати, посмотрел здесь Тут пуш-потенциал будет сумасшедший Ведь не хочешь брать бруду, когда у противника закрывающий пик Вообще не хочешь Ну да Законтрить могут Поставят против этой бруды какого-то А, ну Тиберейн Тайтхантера пикнут Просто поставят Тайтхантера против бруды и все Тайтхантер будет наслаждаться линей Зевс для EQ Фирменный герой EQ, кстати говоря Ну, такое получается без вот жесткого лейта пик, да? То есть Лишак, Зевс, Марс В стадии мидгейма побегаем, поубиваем соперника Будем выигрывать тимфайты Ну и на самом деле, так если посмотреть Морфинг страдает от этих прокастов От этих жестких нюков Винрейнджер страдает Огромаг хорош против обычно физического урона Против магии тоже страдает Кентавр, понятное дело, купит пайп Ему будет проще всего Ну и Хаскор Вот так вот Для Ори в центр Центр развалить хочет Ори По идее, должен разваливать Причем с запасом В лейте, мне кажется, ньюби вообще ловить нечего Это правда Там просто, если игра продлится хотя бы Больше чем полчаса, то У ньюби шансов будет крайне мало Поэтому нужно заканчивать Это Керри Андаинг Мэйкси на Зевсе Это Зевс четверка, по идее Или Шак и Кью Мид Но остается Мугин на Андаинге Это Керри Андаинг, нет? Тут на сайте Спортс.ру в киберспортивном разделе Есть один такой блог забавный Где автор пишет Про необычные билды Необычное использование героев И там он писал гайд на Андаинга Керри, по-моему Через Аганим? А он там разные писал билды, по-моему И Аганим там тоже был, в том числе Да, Мугин взял Андаингу Вау, интересно тебе Очень интересно Зевса не пикнул Они точно обманули соперника Насколько это, конечно, профитно будет Керри Андаинг Честно говоря, вот Перебираю в памяти игры с Андаингом Ну, суппорт, 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 суппорт Где-то когда-то, по-моему, один раз Айсайсайс на третьей позиции на Андаинге сыграл Но Керри или Мид, честно говоря, вот сейчас не скажу Я тоже не помню Если это было, то это давно и неправда Ну, в паблике-то понятно, может быть Я бы тут вспоминаю именно про сцену Ну, паблик не то Паблик не то, конечно Не, high-level паблик это может быть то Там обычно и рождаются новые тренды Но даже вот high-level паблики Андаингом Я не помню Ну, вот только разве что на Cybersports.ru только Только там, может быть, рождаются такие идеи Благодаря гениальным авторам А может быть... Вот какой билд должен быть? Если это аганим, то аганим на что увеличивает? Исключительно дикей? Дикей, да, больше силы воруешь Силы 10 становится Да, 10 силы воруешь С низким кд Это приличная, конечно, цифра Десятка самому Андаингу То есть по двум героям попал, забрал 20 А это плюс 400 хп Не, ну понятно, что там Хускар, Кентавр Они еще как-то более-менее, хотя им неприятно, как силовикам Ну, я не знаю, у морфинга, допустим, это же вообще беда То есть по морфингу дикей, с Солрип, он уже труп Ну, то есть если ты не перекачался, тебе конец У тебя нет силы, у тебя в минус просто все пойдет Кстати, если полностью перекачаться в ловкость И у тебя нет силы, ее Андаинг заберет или не заберет? Ну, то есть урон он нанесет точно Но он, получается, не забирает, правильно? Он не может похитить 4 силы у человека, у которого нет силы Который бессилен Ну, по идее, да Кстати, интересный момент для теста Нет, там будет зеленый, конечно, понятно Там можно продумать его выбор талантов, да, наверняка В таком случае, если это Аганим, то это на 15-ом действие дикей Время действия, а тому очень много Не, ну 6 здоровья к секунду на 10-ом определенно Там почти 2 минуты, то есть как условный сларк там с талантами 2 минуты ты стоишь и бегаешь с огромным количеством силы Соперник без нее На 10-ом ты должен, наверное, брать 6 здоровья в секунду на керри Андаинге Мне так кажется А на 20-ом 5 к атаку А кто знает, если ты через Аганим и Дикей играешь Может, тебе там издалека тоже покидывать хочется Да не, ну ты на фронтлейне, ты же керри, ты же вперед пойдешь Тоже верно Ну там Марс есть на фронтлейне Всего рода До 25-го здесь игра точно не доживет Если доживет, то там не важно, сколько будет И у Андаинга, какой он вообще будет Морфлинг будет сильнее Ну вот радует, радует Ньюби необычным подходом Да, это классно И они, судя по всему, очень быстро хотят закончить Я не удивлюсь, если не игра какие-нибудь появится у Андаинга Я вот просто смотрю на эти две маски в Квикбайе Фастникер на Микконе? Интересно Куда? Зачем? Только нехладно Не, вообще, знаешь, я ожидал, типа, из разряда пара брейсеров ПТ-шка на силу, там, да Армлет, может быть, какой-то, там, башер Ну что-нибудь такое, там, алибашер Какая-то И Аганим, конечно И Аганим, конечно, конечно, Аганим Без него Ну что-то нам придумывали Ньюби? Может, это сготовка какая-то Слушай, ну у них потренироваться время было очень много Подумать вообще о том, как у них складывается игра и так далее Там после этого пика на них сразу коэффициент так еще на 0.5 поднялся То есть вообще никто в это не верит Так, ну смотри, сложные линии, там, ньюби напрягают Понятное дело, Зевс плюс Марс Против Морфинга и Огармага Морфинга его стараются не дать пофармить нормально Огармаг особо пока не позонит соперника В центре у нас противостояние Хускара и Лишака Лишак пока справляется 6 на 4 Хускар 2 на 1 Более-менее порядок Фастботл, если купит, все должно быть неплохо Не пропустить только главный момент, когда в тебя Хускар будет влетать с ультимейтом Чтобы Стан оставался под себя Лишак-то герой достаточно мягкий Получит несколько стрел огненных и просто сгорит Заживо Дотла Муги 7 на 2 пока 7 на 2, что-то к нему идет уже Парочка Сейдж-Маск Все-таки решил себе добавить манно-регена Ну для того, чтобы спам, в общем, своими дикейми продолжать Дикейм с Ол-Рипом, естественно Ну манго просто не напасешься Плюс ты на кэрри героя не хочешь покупать манго Который у тебя в инвентаре не останется Все так ПВА пробежался, заблочил собственным телом спаун Сейчас, чтобы не было возможности фейту отводить За это, правда, немножко по щам Но получал Задачу свою выполнил Работа была сделана Янг с кольцом Ну тем самым знаменитым кольцом ринга в Тарас Понятно, что тут можно Янг внезапно убить, если ты настакаешь дикей в первую очередь Много-много дикей Без сил оставить кентавра Дать внезапно с Ол-Рипом можно делать минус Но дикейми не разбросаешься, пока маны маловато 3.6 маны-регена в секунду у Муги сейчас Главное, чтобы крипстат топовый поддерживал Что пока в целом получается сделать Еще дикей Не подставляются вичи гейминг вдвоем под один дикей Тоже довольно важно Чтобы лишний раз не кормить Ой, я весь атака А Янг сейчас и отъехать может Там будет Сол-Рип Дикей Сол-Рип Янг стики использовал Будет жить Фейт Лоу хп Фейт Тычка Оу А Фейт под крипами-то встрял Крипы съели Забивает PYW Делает первое убийство в итоге Но это не очень хороший момент для команды Ниби, конечно С такой линией ты вообще умирать не хочешь Тебе хочется именно за сноуболить Ускар в центре, а то икью, икью, золо Красавчик Причем он фулл хп стоит Да, нужно разгоняться на всех линиях Нужно держать в уме лейт гейм Пока на всех линиях крипстаты как минимум очень хорошие Пуш потенциал сумасшедший Вот ждем, что будет покупать Муки Будет ли это Некра Опять же, чтобы И фармить побыстрее, и тоже пушить Да, это будут Некра Поставил быстрый закуп Некрономикона Слушай, ну, не знаю Вот последнее обновление говорит нам о том Что Некрономиконы как-то вот силовикам вызывать не очень удобно Просто потому что они Маны стоят 150, а не Они 50, как было раньше Размен с нею состоялся Зевса Бугармага Ворфиг идет еще и по Визарду Визард погибает Он тут пособирал папарацци Икспы, денег, всего Все, что нужно И крипстат у него хороший Поэтому линию свою Вич и гейминг снизу отрабатывает Так вот, маны и так недостатки Поэтому там сейдж маски приобретаются Какие-то товарищи Муги С Некрономиконом, ну, не знаю Где монопол брать просто Вот в этом вопрос Кто-то купит арканы наверняка Дальше, если он все-таки решит покупать аганим То там маны прилично добавятся А может сам купит арканы потом Арканы грифсы? Нет, нет Ну, не знаю Такой мне Андайк меньше нравится Он такой полу-керри, полу-саппорт получается А я все-таки хочу увидеть Муги Который будет с руки вносить соперника Так, опять поставили Кенетик Попили Дикий будет Сол рип Опа, вот это подловили кентавра Хорош Неплохо сыграно Правда, Курьера Фейт в это время подвидел Не законтролил Немножко Пятый минут, кстати, никто баунтирун не контролит ПВВ в целом может сбегать В две баунти забрать для своей команды Как и Дювай пошел Тоже забирать баунтирун Но в центре Опять проблемы Снова EQ Засолил Хускара Правда, ПВВ сделал телепорт Молодец И хотя бы вышел в размен А как тебе Кай Ассенж на таком ондайинге? Кай Ассенж? Ты снижаешь расходы маны У тебя добавляется и монопол У тебя добавляется сила, атака А что, идейно? С влиянием эффектом Идейно, идейно Весьма идейно Плюс хилишься ты посильнее Прикольно ведь Мне кажется, да Так, ну вот пятый левел Там будто тоже надо качать Без этой способности Драки послабее будут Чем могли бы быть Ну вот пока пятый левел Он не берет себе на пятом левеле ничего Заварушка на реке Где погибает Дива И Ори тоже будут убивать И Ори И Ори до конца Айкью И зачем залечить Поважать неточный Нет, там слишком много стаков Было уже Слишком много стаков И в итоге размен Ты хоть состоялся Но опять же Хускар погибает первым И там при экспелле Шаг как минимум Шестой уровень Хускар пятый Пока только Дозница И ВР-ка пятая зато Сто ВР-ка пятая Раньше Хускар был Конечно мощнее Лучше Старая пассивка Которая давалась Против линию к магии Там конечно Таких клешаков Хускар просто разделывал На раз-два Нынче Хускар другой И магии он боится Очень сильно Особенно бёрст урона Из-за этого сейчас Конечно сильно страдает Ну держится Пока не убить Ничего страшного Вичгейминг тоже держится На каких-то линиях Тяжелее На каких-то получше Снизу Хорошо все в Эвро Нетворс у него Приличный 2-600 Топовый в своей команде Ну Лидирующие позиции Занимают все равно Конечно Нибли Шаг топ-1 Марс топ-2 Кстати говоря Тоже Уфлэйн хорошо ставит Мизер Несмотря на смерть От руку Морфлинга Антайн кстати топ-5 Вот Не то чтобы он хорошо Прям фармит Ча книгу купит Будет фармить лучше Шестой взял Раскачка через Масс Дикейс Лрид на 2 И Флэш Голем На единичку взял Так Телепорт на базу Интересно Взял Некрономикон И восполнить Полный запас Маза Ну вот у тебя Монопул 600 Некрономикон и 150 Он сейчас их вызовет Смотри Сейчас вызовет Нет На базе Ну так они минуту действуют Пока он добежит Минута уже действует Да 60 секунд Пока добежит до линии Они уже закончатся Так вот 150 100 Дикей 110 Солл Дорогие спулы Очень дорогие спулы За 600 маны За 600 монопулы Ну че ты по разу Все нажал И все Ман закончилась Че делать Стиков нет Аркейн бутцов Я пока тоже Не наблюдаю У Зевса пока Нет денег не хватает У Дезраптора тоже Хускар погибает Ну как же ИК в соло Справляются Уничтожает вообще Ори Я не привык Видеть Ори Вот таким на центре Чтобы он проиграл Лайн Он по факту Его проиграл Проигрывает 1000 плюс Погиб в соло Уже не в первый раз Дайанг уже снизу Просто для того Чтобы запушить Морфлинга тоже По пути там побьют Есть телепорт Пока только один Зато от ВРки Которая прошивает Фейт А Морфлинга пытаются Зафокусить Конечно хватает Урона АВРку Отправили На базу Нет Наверх отправили Сверху Сразу же вышка падает У команды Ньюби Из-за того Что Андайанг Линию покинул Но пока То что они делают Работает Пока Герои фармят Чуть получше И Зевсу Они оставили Соло Для того Чтобы он Как можно быстрее Левел получил А может быть На арканы Накопил Те самые Столь необходимый Да Поставил быстрый закуп Арканы Но потом уже Мы понимаем Что Зевс Линзу сделает То есть Арканы Бутсов Все равно Не будет Такой вот Нюанс Ну ладно Как-то вот На клэрити Поушеном Живем пока Хватает Пока хватает Так вот Ики отрабатывает Кстати вот интересно То что Вичкеминг Брали Мид Хускара Они Возможно Думали Что в центре Будет стоять Нилишак Но там мог бы Стоять Зевс И Зевс С Хускаром Мог сделать То же самое Но я к тому Что там Принцип Не меняется Магиями Забрасываешь Если Хускар ошибается И КП не просчитывает Он погибает Понятно Но все равно Как-то то ли Ори Не готов То ли еще Что-то Сложно сказать В итоге Эйкью С быстрыми Тревелами Получает Правда Шеклшот Фокус файер Но ПВ урона Маловато пока Гладит Фактически соперника Правда Зажимает Очень сильный Эйкью Он там маневрирует Успели убить Кентавра Стан под себя Не под себя даже А под Бинрейнджер Тут находит Дивай Эйкью Дальше Оттягивается назад Ставится Статик Шторм От Фейта Эйкью Должен жить Эйкью Уходит в другую сторону Да Сжигают тем временем ВР Дивай тоже погибает Эйкью Киллинг Спри Здорово Не убедись Разобрались В этой ситуации Дайвящих соперников Прижали там Где-то Возле Тир-2 В кустах И сделали Несколько Очень важных убийств Самое главное Не отдали Эйкью 12-5 Пока разрыв По фрагам Но по экономике Кстати Преимущества особо нет Только тысяча Там урна У Муги Значит будет Весл Против Мортлинга Против Ускара Хорошо Но опять же Это Кэри Он мне напоминает Билд Дазла Да Отчасти Вот тоже Какие-то такие артефакты Где нужно Часто все нажимать Какие-то там Шмотки Нюки Ну там Дазла Там правда Но у него КДР Есть у него Хороший ультимейт В этом плане Он дайвинг Ну не знаю Опять-таки Это стратегия Очевидно это страта Которую готовили Ребята из Ниби Это не взято с потолка Это то видимо Что готовили И пока исполняет неплохо Посмотрим что будет дальше Жутко интересно конечно Айтем билд предсказать Муги практически нереально Некрономикон это окей Вот урну я вообще Не ожидал здесь увидеть Именно на андайинге Но это соответственно Будет еще дальше и Весл Ну Ниби подготовились Подготовились Своему сопернику Видимо они Вполне могли ожидать Морфлинга Вич часто с ним играет Вполне могли ожидать Хускара А как ожидать Набор из пяти героев Что есть справа Вместе Я не представляю Марс окей А дальше то куда Дальше это все Непопулярные персонажи Зевса пикают Нинчередка Лишака Тоже не особо часто Опять Ори Бедняжка Ори Как же она грипает В этой карте Ставится опять Арена Ори не знает Куда деться Знает куда Там уже часто бывало Наверное называется Взевса маны нет Взевса маны нет На него пошла атака Здесь сразу же Миллиард телепортов Говорят нет Мы не дадим в обиду Своего саппорта И PYW погибает Спустя полторы секунды Янга теперь гонят Там Марс Кстати на перехват бежит Могут перехватить Арены нет Но если грамотное копье будет Хорошее копье убьет Янга Вот такое например Просто поближе к своим тиммейтам И еще раз поближе к тиммейтам И Янг Тоже до свидания Трипл килл для ИК Феноменальный конечно старт И продолжение Леннинга для Лишака Выходит просто Каким-то сверх Сверх крутым 10-2-2 Кдау Лишака Глимсы Дальше Они просто Откуда эти 10 вообще Там просто убивал Фрагу минуту почти делает Но вот еще один сейчас Может совершить Да Причем Ладно Какие-то фраги Это исключительно заслуга Конечно ИК Особенно в центре Да убивал Хускара Какие-то ганги Сделали вместе с командой И тоже эти фраги Оправданы вполне Но вот фраги Где PYW Второй раз под тердовышку Лезет С фокус фаера Вот это вот Немножечко непонятно Мне кажется Это уже и с лишним фит Я конечно понимаю Что PYW пытается Наспейсить Чтобы морфинг Там получил пространство И пофармить Но в итоге Это превращается в то Что слишком усиленно Сноуболятся Кор-герои команды Ньюби Она кстати За всем этим Не особо успевает 1.04 у него Куда Из 16 фрагов Ну это не самый Мобильный персонаж Очевидно Травлов у него нет Но все равно Фарм свой поддерживает На должном уровне Но он в принципе Не способен быстро фармить И сейчас он держится На нормальном уровне Только за счет того Что все плохо У Вичи гейминга То есть Хускара Загнобили А Undying Который не умирает В таком количестве Да Смотрим просто 1.04 у одного И 1.5.1 у другого А фармят Одина Вот честно Исход О том сколько хорош Морфинг Там более поздней Стадии игры Кентавр Кускар Тоже при артефакте Там при БКБшке Алибарде Будет разогнан До нельзя Вот И пока Пока Вичи гейминг Ошибаются А Ньюби нет Все идет хорошо Для Ньюби Ну преимущества Сами понимаете При 17.5 Счете Да всего лишь 2000 Это довольно Мало То есть по экономике Сильно в отрыв не ушли Ребята из Ньюби И мы прекрасно понимаем Что случится с экономикой Если Ньюби Проиграет одну драку Отдадут там Со стриком Лишака Отдадут Все сразу посыпется Поэтому вот Сноубол Сноубол Круто Искать Глимсовать Четвертый Глимсу Дезраптора Травела Лишака Вот эти два героя Уже в паре Хорошо работают Остальные тоже Подтягиваются Нужно это делать Как-то легко Команде Неби При этом еще не забывать Про то что Нужно какие-то Строения Пушить Да вот Они здорово Забрали Тир-2 снизу Надо по верхней линии Поработать Там две вышки Стоят в центре Тир-2 Рошана Довольно быстро Так Вот сейчас Находит Янга Нажал Стампит Но это не работает Против Глимс Янг это прекрасно Понимает Разворачивается Команда к нему Подоспела Кстати Не останавливается Арена Но тут не полным Составом Ребята из Неби Андайк вообще Лисофарм Хочет сделать Весел Без Весела Дракон И он быстро Не доберется Там Ванпост Не Ньюби Принадлежит Смотри Кстати Забавный момент Андайк Делает ставку На свои сплы Не на талант Решил что талант На 10 уровне Ему Особо не нужен То есть Ну хп реген Тебе не нужен Я думал он прав О да Дальные способности Наверное и не возьмет Вовсе Все равно возьмет Наверное хп реген Рано или поздно Просто сейчас Важнее именно Сплы вкачать Тамбу Вот он раскачал На 4 Сол риф Естественно Тоже нужен будет Пока в 2 Только дикей На 4 Естественно Тоже вымаксил Весел готов 17 минута Некрономикон И первый Весел Сапог Стики Вот такой вот Интересный Айтем билд У керри Андайнга Друзья Панетворс Он все еще Опережает Хускара Хотя Хускар Конечно Плотную Подобрался По фарму Есть уже Готовый Армлет Но вот Армлет И БКБ Этих артефактов Надо дожидаться Конечно же И ждут Когда папарацци Появится И Глсонг И будет готов И уже Из-за арен Тут глимсы Тут Дивая встречают Убивают Очередные заряды Ставится арена Янг Как же он не отошел Ты Янг Ну если не отошел Значит отъедет Получается Какие у него варианты Пайп есть Но там слишком Многие маги Много маги залетают Муги под флеш-големом За Ори Ори разворачивается Стакает стрелы Есть глимс Ори Ори Раскаст Ори А вот сейчас хватит Вау И визард ведь еще выживет И дальше пошел И цепляет еще одного Это минус 4 И здоровье Это почти не потеряли То есть весь дэмэдж Который нанесли вичи В этой драке Это исключительно Хускар По визарду Все И они заходят на хг Половины героев Нет Даже больше Байбеки тратить Ну можно Хотя Подождать осталось Не так много Краткий курс Я говорю через секунду Краткий курс Друзья От команды Ньюби О том Как вогнать Одну из топовых Команд Китая В тильт просто Вот так вот Взять андаинга Кири андаинга И зайти на хайгрант На 18 Тут прикольно Сыграл папарацци Превратился В андаинга Поставил томстоун Это прям реально Хорошо работает Был глимс Андаинг Кстати Штору у него поставили Шаклшот Повершот И забирают Андаинга Андаинга Не ушел Отбиваются ребята Из вич гейминга Даже тир 3 Не потеряли Вышка была сильно пробита Но не уничтожена Ну что Вот подключается Морфинг Нельзя забывать Что Морфинг На IQ Ау Ага Вот вижу Кускар снизу Напал на IQ IQ живет Там еще Дисраптор Не так далеко Но IQ просто Передвигается В разы быстрее Там почти Пять сотен МС Стан на всякий случай Или он деревья Сеток ломал Да-да Пробивал проход Ждет ТПшку наверное ТП на базу Через травела О Каэссэйндж А я же забываю Только не у андайнга А у лешака Да-да У лешака Забываю все время Что травела Уже не активная способность IQ себе тоже ТПшек накупил Он видимо Тоже забывает Сейчас же все Не так работает Сейчас у тебя При покупке Boots of Travel Перезарядка телепортации Сорок секунд Улучшает Свиток телепортации Он позволяет Телепортироваться Сейчас там Перезаряжается быстрее И не расходует заряды Зачем купил Четыре ТПшки Лежа По старой памяти По старой памяти Понимаешь Так А там уже есть Трелблейд И папарацци Напал На Зевса Не убил его С прокаста Там Зевс то тоже Крепыш Точнее полтора КХП Гоним Скоро появится Такими темпами Сейчас еще пару Вышек заберут Не уби Я короче Ну Экью типа тратит ТПшки Но он же летает Туда сюда уже нажимает На ТПшку конкретно И он такой думает Ну так ТПшки я потратил Не смотрит Сколько у него там В инвентаре Он просто их закупает На автомате Знаешь Пополнить запас ТПшек Просто Райт клик Райт клик Райт клик Наш то закуп И все Вот у него 4 странировки А украшайте про дотеры И под конец там Штук 17 Да Да Ой Че это со мной Что вышка за вышкой Падает У команды Вичи гейминг Вичи просто Привыкли играть Против стандарта И мне кажется Не совсем Понимают Что им делать Против такого драфта Сложно предугадать Следующий шаг Команды Ньюби Какой предмет Они купят Куда они пойдут Ну давай так Ну Вичи такая команда Что она под любой пик Подстроится соперником Но это же Вич Мне кажется Вичи только что Отлетели от них 0-2 Понимаешь А к чему я веду Как раз Тельтуха прям Вот Здесь мне кажется Очень сильно моральная Сставляющая Вичи Подкосила То есть Они не обращают внимания На такие коллективы Как там Юби Там Хиттоошин Саг и прочее Они должны переезжать Просто два по 20 Очень легко Но просто вот Эти два поражения Подряд в гранд финале От LGD Два проигранных финала Причем второй финал Который они проиграли Проиграет еще там 2-3 Ну то есть Типа вы не можете Встать с топ-1 Кидать доказать в очередной раз У вас все Минус моралька Два гранд финала LGD проиграли А уже с остальными соперниками Они даже не собираются Просто Ну типа Ну камон У них настроил LGD победить А не сражаться С коллективом Юби Против Фандайнга Керри Ну вот у них явно Такая задача сейчас В режиме вот Максимальной боевой формы Когда Вичи там На позитиве играют Когда там Они могут вынести В лучшее свое время Да Любую команду Не только в Китае Но и во всем мире Они этих Юби раскатают Ну Даже раскликаться еще не успеют Ребята из Юби Уже придется ГГ писать А тут Ну тут да Ну тут как-то вот Что-то набрали Что-то играем Есть официалка Надо отработать Отрабатываем Все гоняем Кто-то Ну пикнул Юби Пикнул Юби Какую-то чушь бегает Нас убивает всю карту Что делать Фармим Может что получится Может быть там Папарац Затащит игру В соло Такое может случиться Может Ну вот То чего я жду Как раз Вичи Гейминг Бук БКБшек Не будут принимать драки 5 на 5 БКБ на Морфлинге Сейчас БКБ на Хускаре Ну и вот Глядишь с БКБшками Что-то и получится А вот Нюби желательно успеть Может быть на ХГ Дышь зайти И пока у Морфлинга Именно нет БКБ Хускарта купил уже Зевс пытается Аганим вынести Совсем немного осталось Он на верхней линии Ультанул Проверил Информацию получили И не идут Ждут Зевса Ждут его Аганим Богатый Кстати Зевс получается Так если посмотреть 7к Да хорошо Затворс у него прям очень приятный Сейчас в нем Нибус долетит Ну Нибус Нибусом Понятно что БКБшки защищают В том числе от Нибуса Команды Вичи Гейминг То есть для них В принципе ничего не меняется Да Приобрел Зевс Нибус Это будет вот Обидно Когда там за БКБшки Вы драку выиграть не сможете Драка растянется И потом конечно Нибус вас покарает Ну или БКБ станут 5 секундами Тогда да Но сейчас у Вичи Гейминг Вот Возможно наверное Момент истины Момент их силы Наступает Если камбэк Это только сейчас С 10 секундами БКБ Ну 10-9 секунд Вот выиграть 2-3 важнейших файта Может зацепиться за Рошана Как-то взять Аеги Сморфлинг После выигранных Пару Сражений Сможет купить себе Там еще какую-то Одну шмотки Игра пойдет В общем что-то подобное Такое вырисовывается Там сейчас куплен Блокинг бар У Лешака И руками-то бьют Далеко не все У Вичи Гейминг И убить такого Лешака У которого очень много здоровья Еще и дважды Когда у него есть Блокинг бар Тоже проблемой будет Курьера Увидел Не пошел Он пошел Хейтить Теорию Он просто всю игру Хейтит этого Ори И не убил В этот раз И на БКБ даже Зато ловит Кентавра До фиг штором Кентавр Кентавр Нажал пайп Ставит сверением арены Все в него потратили Как он Копьем выкинул Из собственной арены Кентавра Что это вообще Как-то между барьерами Там Маленькая кошечка Видимо была И он прям в него Кентавра запихнул Забавный момент Минус Кентавр Кстати можно было попробовать И Хускар Конечно на Блокинг бар развести Если бы дали Глимс Хускару ничего бы не осталось Как бы КБ нажимать Глимс доджить Но ладно Так тоже получилось неплохо Так Что Ньюби Тот ли это минус При котором можно зайти на хайграунд Но видимо нет Да и респаун Не такой уж и долгий У Кентавра 20 секунд уже появится Оганим приобретает себе морф Так это не БКБ Это не БКБ А какая идея Даже нужно понять В кого он Будет превращаться И что он будет делать Драк Давай параться Показывай Пока есть вопросы К этому всему Так активирует Смог Пускар влетает первым Усит Антайинга Под БКБ Пошел морфинг И куда он пошел Никуда не пошел Морфинг Ну в соло Минус Антайинг Все Антайк ничего сделать не смог Вот у него в БКБ вошли И он умер Ну и драки-то Как таковой нет Там двух героев В принципе нет В Айти у Ньюби Вот Марс Еще подставился Беда Антайинг все Сдал позиции свои Вот реально Вот он закупился У него Худ У него Весл Некрономикон А у соперника БКБшки появились И уже Хускар Антайинга Просто не чувствует Ничего не сделать Как в этой ситуации Антайингу быть Ну вот поставил себя Гоним быстрый закуп Да Вот по идее Если в него будут врываться Все что ему нужно будет Поставить футаж Голема Поставить Том Стоун Давать себя Сол Рип И Ди Кея Собирать сил И в общем жить 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 Как-то Исполняет свой запас ХП Такая опция должна быть Очень важный сейчас Файт для Вичи Гейминг Был очень важных Пар убийств они сделали Конечно полноценным Этот камбэк Можно будет назвать В случае Если они убьют Лишака Стоповым надворсом Пока здесь ловят Вербу Да Там морфлинг ТП сделал Видимо Надеялись Что успеют Как-то Если не спасти То хотя бы просто На Лишака напасть Но он с такой скоростью Ее убил Что там телепорт Еще Не до конца Был скастован Там Зевс подстраховал Еще Нимусом На всякий случай ИК снова в поисках Соперников Под такого бегущего Гуляющего Лишака Конечно лучше не подставляться Эвар Потому что нет У тебя блокинг бар Астатик Штор Эвар Две сто Здоровье Шигаются быстро Там Бессл Без шансов Как же подставлять Без майбека Но вот то Чего допускать Было вообще Нельзя Глимс Поймали Еще и Янга Но Молодец На блинкауте Сработал Надо заходить Ребята Но нельзя Им сейчас Опять стоять Где-то Вокруг базы Никого И не бить Хайграунд Да, да Это прекрасная возможность Сейчас для команды Нибе отличиться Хотя бы одну линию Забрать Но если они вдруг Сомневаются В том, что Морфлинг Без байбека Так выясните Это Выбейте Байбека Отойдите Это все равно Будет очень круто Для вас Нет, видимо Видимо Условие было таково Что, окей Фраги фрагами Черт с ним Морфлинг все равно После покупки Аганима В ближайшее время БКБшку еще не выфромит А мы спокойно Лучше захватим Контроль над карты И будем ждать Седущего Рошана Не знаю Почему силы света Сканирует Сейчас Рошана Это абсолютно Отсутствующий тайминг Целую минуту Еще основного таймера О чем думают Вичи Когда делают Такой скан Просто интересно Кто это делает Ну то есть Это максимально Несконцентрированная игра То есть Вот скан Потратили Просто в пустую Ситуации Где Рошана В принципе Быть не могло Неужели Никто тайминги Не записывает Или тайминг Кто-то записал Но очень плохо И ошибся В целую минуту Восарена Нашли Угармага Моментальное Моментальное убийство Отметим хорошие варды Которые оставили ньюбик Как раз таки Вот на выходе из базы На центральном коридоре На верхнем коридоре Все эти смещения Прекрасно видны Климсуют тем временем Ой А пока бешку нажать Отказано Янг залетел Но без куска артраться Уже не хочется Янг под замедлением Жутким Домстом Морфинг Тоже поставил Превратившись В ондайинга Тоже плохо работает Драки все равно нет Минус кускар Тоже без байбэков Ой Что-то вич гейминг Прям не показывают Чемпионской игры Прям совсем далека Их игра от идеалов Ситуация Когда можно было Еще попробовать Все-таки От камбэка Хотя они как-то Сливают Драку за дракой Героя за героя Преимущество Преимущество Сейчас в два раза Просто увеличилось Ньюби Действительно Понимают Что им делать Шаг за шагом То есть Нет сумбурных Каких-то Решений Это мы тут с тобой Можем говорить Ага Вот сейчас бы на хг Они знают Что на хг Ити точно Сейчас не стоит Стоит отступить Стоит Что-то докупить Себе И только потом Поймаем еще разок И потом уже Пойдем бить базу Конкретно эту стратегию Они пока реализуют На 100% И честно Вот нет ощущения Что где-то Они прям зафейлят Не возникает Несмотря на то Что вич гейминг Номинально Команда посильнее будет Вейкью Какой-то демон Давненько Таких лешаков Не видел 16-2-8 Это лешак Который реально Дает импакт Не булка Он мог быть булкой Если бы ленник Вот сложился Немножко иначе Да Вот тут Пускар например Лучше бы линию отстоял Быстрее бы КБ купил И лешак мог Ну реально в темп не войти А здесь прям Все великолепно Получилось Вейкью Ну безусловно Это заслуга Самого ЭКью Потому что Это не то что вы прям Суппорты облизали мид Нет Это он сам Он сам ходил И убивал этого Фускара Все Тут как бы чисто его заслуга Суппорты потом уже подключались Помогали ему еще дополнительные Какие-то драки выигрывать И не умирать В случае атак стороны Команда Вич гейминг Но основу Заложил Основу Ну фактически уже своей победы Да Ну хотя об этом может быть рано говорить Заложил сам ЭКью И он молодец Не зря брал отдых Вот буквально там Сколько его Помню Две-три недели Он не выступал за свой коллектив Команда сражалась В всяких турниках без него Брали там замену Вместо него играли Отдохнул И все С новыми силами Пошел Тащить за свою команду ЭКью хороший мидер На самом деле Очень хороший исполнитель Если я не ошибаюсь По-моему В десятку лучших игроков По рейтингу Сейчас входит в Китае Сами понимаете Какая там конкуренция Какие там игроки играют В китайском рейтинге И быть в топ-10 Это Дорогого стоит ЭКью демонстрирует Что Скиллуха у него имеется Ну что Второй Рошан Появился Еще один скан Был использован Радиент Ласт чанс Для Радиент Смог последней надежды Выходим Под смоками Также команда Ньюбики Таур прыгивает Неудачно На БКБшке реагирует ЭКью Сразу поражал Есть Юль С таких шторм Конечно Дали шиклэшот Но в эту арену Никто не залезет Просто Скар прыгнул Уже после Нажимает БКБ ЭКью будут сэвить И Авар превратился В андайинг Поставил Том Стон Дал Сол Рип на Ори Получается быстро Забрали Том Стон Шиклэшот На андайинга Бивай дабл Теперь БКБшку нажал Пытаются Муги развалить Муги под Глимер Кейпом Невидимость Неуязвимость Просветки никакой нет Ожидают Ньюби Когда закончатся БКБшки Вот тогда Они уже конечно пойдут Убивать соперника Например Ори уже Может подставиться Под атаку Глимсанули ВР Сразу под Стан Лишака Идеальный тайминг Минус 3 в 5 Остается ситуация Ори дает энерфайр Сол Рипом захиливает Эвер Он сам не бьет Он просто как андайинг Работает с дикейми Своими издалека Накинули на него Весел Теперь Мажет Визард Своим копьем Эвер Ну Теперь уже в форме морфинга Пошел драться Дал раз каст И Лишак вовремя Себя вьюл поднимает Здорово Глиммеркейп вновь Вставится с эндрик Только сейчас От Диуая Но уже поздно Морфинг отступает БКБ закончилось Морф И на этот раз Его пригвоздили Это ГГ Похоже на то Но Гормак Последним остается Делает ТП Вейкси Мол не избивает Этот телепорт Минус 5 Никого не потеряли Ньюби Хорошая финальная драка Все классно было разыграно Идеальная драка Просто идеальная Такие герои Ньюби Которые Кого угодно Увидят И убьют быстро Даже если это Кентавр С 3000 хп С вангвардом И с пайпом Его ведь тоже За какие-то там 3 секунды уничтожили И Любой другой герой Умирает еще быстрее И очень мне понравилось Что делал Дисраптор Все это время Он там несколько раз Глиммеркейп дал На союзников На ондаинга На льшака Тоже где-то Помогал выйти Из-под фокуса Просто идеальное Исполнение Блестящее Не знаю Я настолько впечатлен Этой картой От Ньюби Ньюби красавчики Ну они на позитиве Да Не только что Вичи Гейминг 2.0 раздели Чего бы не продолжать Уже всякими Такими разнообразными Драфтами Интересными решениями Но керри От керри андаинга Я думаю Это поражение Вичи Гейминг Будут помнить Еще очень долго Очень долго Отлететь от керри андаинга Это конечно Это такая своеобразная Ачивка получается Нет Ачивка для Ньюби Наоборот Выиграть керри андаинга Ачивки Это же за Какую-то заслугу Тебе дают Не просто За то что ты проиграл Слушай Проиграть От керри андаинга Это тоже заслуга Мне кажется Можно постараться Я думаю Вичи Гейминг Очень хорошо постарались В этой игре Ну объективно Конечно Отлетели здесь Вичи Гейминг Во многом от льшака Скорее Потому что тут парень Просто 18-2-11 Ну андаинга Конечно Доже не последнее Слово сказал В этом матче Очень много Сделал БКБшку себе купил Да Вкачал талант Тоги 6 здоровья в секунду На 15 взял 50 секунд действия в ДК И 5 стак Для уничтожения На гробе Ну все как мы и предполагали Такие таланты были взяты Была бы одна смерть у ИК С такими показателями Мог бы наверное И на рекорды замахнуться По КДА На льшаке На льшаке А ты в принципе имеешь ввиду? Угу Ой да ладно Мне кажется На льшаке там КДА пожестче есть Даже если бы у него Типа было из разряда 18-0-11 Мне кажется там Есть такие игры Где льшак по 25-0-30 Бегают Ну типа знаешь Когда с первых минут Так в картистике надо обращаться Но мне кажется Льшак тот герой Который если начинает сноуболить То может это делать Настолько прекрасно Что цифры могут быть Максимально залученные Просто этот герой еще и умирает Частенько Да Тоже правда Надо будет посмотреть В перерыве Если загрузится сайт Потому что сейчас Это не происходит Захватывают аванпост Получают Нимбус Пивай-даблью Янг Квесл повесили Арену поставили Конечно стампид И конечно варенье Ты в этом загоне Этот кентавр бегает И из загона Он вылезти не может Уничтожает кентавра Вот он заход на Рошана Теперь Без стампиды Без кентавра Ребята из Вичигель Драться вряд ли пойдут Плюс ко всему Еще линии Сильно пушатся Центральные Нижние Сканируют Вот теперь скан хороший Конечно Толку от него все равно мало Они и не успеют И ничего там Скорее всего Не сделают В численном меньшинстве Поэтому будет Аеги сыр Для Нюбер Ну и по моему По верхней линии Можно смело идти И пытаться заканчивать Выиграют третью карту Подряд У коллектива Вичи ПВ Есть БКБ Шаклшот дал БКБ нажал Фокус фаер И И телепорт И Понятно И руками И руками Забили Лидран закончился Лови Ну нет тут игры Уврки Такой свободной У него неплохие шмотки БКБ Джевелин Конечно идеально было бы Купить себе манки Кингбар И за БКБ Шкурки Какого-то корра Стрелять Но В текущей ситуации Нет МКБ Только один джевелин И урона не хватает Еще и левел маловат 16 только Не торопится Нюбер Играет весьма последовательно Наражен не лезут Мы где-то их подгоняли Вперед на хайграунд Когда они убивали Морфлинга Когда они убивали Хускара Без байбека Но они как-то вот знают Когда они Должны в общем-то Заходить на хайграунд Когда им это делать Не торопятся В этом-то и суть Что несмотря на Такой казалось бы Быстрый драфт Который требует Победы Против таких Сильных кэрри Как морфлинг Пораньше Они действительно Вот каждый С фушак Обдумывают И не торопятся Они знают что Сейчас Еще Они не перевернут Ни при каких обстоятельствах И вот сейчас Не перевернут И даже несмотря на то Что мы сделали Минус 5 Мы не пойдем Игру прямо сейчас Не закончим Мы отступим Заберем Рошан И только потом Будем это делать Не лучший ультимейт От дисраптора Определенно Мичи гейминг Четыре героя На пригорке стоят Пускар снизу Также позиция хорошая Коллектива Ньюби Марс на передовой Остальные если что Готовы защитить Зевс уходит Куда-то вниз Распушивает Подталкивает эту линию Ультимейт От Зевса Проверили кто где находится Марс арену ставит Оказывается в арене Только один герой Это Огар Мак Но забирает его тоже Достаточно просто Глимсует еще и Кентавра Ой Глимсунут его в арену Там кекс получает Фейт пытается убить Ори Пытается убить Теперь еще и Том Стоун Хорошо Удалось забрать С раптора Байбэк от Кентавра Вейфор Эвер пошел За Визардом А там сыр А там просто сыр Ори под Веселом За ондайингом до конца Приходит Девс Рассказ Ори хорошо Живет хорошо Играет в армлет Муги в итоге погибает 2 в 2 Драка кстати более-менее Но погибает еще один Герой команды ВИЧ Остается вдвоем Янг вместе с Папарацци Янг погиб Папарацци остался один Гуд гейм Валплей Это 1-0 Пользу коллектива Ньюби Это классно было Это было очень круто Ньюби Большие молодцы Абсолютно заслуженная победа Нереальные какие-то Айкью 21-2-15 Зевс 5-1-24 На саппорте Ну 24 ладно Это Зевс Там команда много не убивала Но одна смерть То есть позиционка Дисраптор Две смерти Ну этот финт ушами От команды Ньюби Совсем заставил Врасплох ВИЧ Когда вот взяли просто Внезапно Ласт пиком Кого они там Зевса что ли взяли А или Шрак Да Мы с тобой такие смотрим Ну значит Лишрак в легкую Зевс в центр А тут такое А тут да А тут внезапно выявилось Что Вейкси забирает Зевса И Муги становится Ондайнгом Вау Просто вау Друзья На самом деле Под приятным впечатлением Я остался От коллектива Ньюби Вот после того что я видел от них Две недели назад Сейчас-то команда Полностью преобразилась Играет на Очень-очень-очень Хорошем позитиве Ну и на этом позитиве Можно вообще серию закрыть 2-0 так-то Если Вичи Гейминг Ничего не предпримут А предпримут или нет Мы узнаем уже В ближайшем будущем Друзья Пока пауза Ждем драфта второй карты Очень будет интересно Не выходить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!